Это были мы. Мы проплыли на кораблике по Москве-реке до Парка Горького. А строки «Take me to the magic of the glory night» — это о том, как мы стояли на сцене, и мир менялся у нас на глазах. Да, а «The Children of Tomorrow», «Дети будущего» стояли внизу у сцены и пели наши песни. Думаю, для нас этот фестиваль был совсем не таким, как для Бон Джови, Мотли Кру или Оззи Осборна и других ребят, которые были с нами тогда в Москве. Я говорю это, потому что именно мы были одним из первых музыкальных коллективов, которые в 1988 году играли в СССР, в Ленинграде. Нам тогда запретили провести запланированные концерты в Москве, но удалось выступить в Ленинграде. И не пять раз, как нам обещали, а целых десять. Мы послевоенное поколение, поколение наших родителей воевало в России. А мы приехали в Ленинград в 1988. И, я помню, говорили на концертах, ребята, наши родители пришли сюда с танками, а мы с гитарами, с любовью, с музыкой. У нас, немецкой музыкальной группы, хоть мы никогда не делали политических заявлений, это все вызвало столько эмоций. Мы росли во времена Холодной войны, в стране, разделенной Берлинской стеной. И вот мы играем в Советском Союзе и видим, как нам рады, как нас принимаются распростертыми объятиями. Это было очень, очень трогательно. Теми нашими выступлениями в 1988 мы во многом подготовили почву для фестиваля, который состоялся год спустя, в августе. Я помню солдат Красной Армии, которые были на фестивале охранниками, стояли у сцены там, на стадионе имени Ленина. Они подбрасывали в воздух свои шапки, фуражки, даже куртки. Они были фанатами, как и все остальные. А в Кремле тогда был Михаил Горбачев. Это благодаря его политике, политике гласности, благодаря перестройке стал возможен фестиваль. Мы играли, и было такое чувство, что мы и 10 тысяч русских на стадионе не такие уж и разные. И мы эмоционально гораздо ближе, чем мы всегда думали. Не фестивали дали нам чувство надежды, чувство свободы, чувство, что холодная война позади. Восток и Запад подошли друг к другу очень близко и мирным путем. Мы были в Париже, когда узнали о падении стены. В ресторане, в клубе, где мы были, кто-то включил телевизор. Мы увидели, как люди танцуют на стене. Наши чувства, не передать словами, невероятное зрелище, огромное счастье. Это я. Просто рядом не было гитары. Получилось как-то само. Просто взял и насвистел. И оно очень подошло. А потом наши гитаристы пытались что-то классное подобрать. Ну, круче, чем этот свист, мы ничего так и не нашли. Невероятно, конечно. Иногда сидишь и часами, днями, а то и дольше работаешь над текстом, ищешь строчку, которая зацепит. А тут слова сами пришли. Текст одновременно с мелодией почти всей песни. Кроме припева, его мы потом придумали. Но начало... Это интро со свистом. Все вместе заняло, ну, не знаю, ну, может быть, полчаса. Мне не пришлось искать слова. Они меня нашли сами. Я где-то прочитала, что «Wind of Change» написала ЦРУ, чтобы таким образом покончить с Холодной войной. Ну, а что тут сказать? Я так же смеялся, как и ты. Я не мог в это поверить. Но ведь и сегодня есть люди, которые не верят, что американцы были на Луне. Это было не ЦРУ. Автор песни перед тобой. Мы были в Кремле по приглашению Горбачева. Буквально за пару дней до того, как с Кремля сняли советский флаг. В декабре 1991-го. Незабываемый день. Эта песня привела нас в Кремль. И там мы говорили о гласности, о перестройке, о рок-н-ролле и рок-музыке. Мир. Главное в жизни – мир и свобода. Наша песня о надежде на мир. И 30 лет спустя она такая же актуальная. Она трогает людей, которые вовсе не застали те времена. Тридцать лет спустя мы все еще живем надеждой на то, что все изменится к лучшему. Что мы научимся жить в мире друг с другом. И мы – следующие поколения. Поймем, что вместе мы – сила. И можем изменить мир. Поймем, что вместе мы – сила.